кинокомпания фишинг видео представляет новый фильм чудо-юдо веслонос отряд осетровых отправляемся на рыбалку из чикаго в мизури штат время в пути 8 часов без остановок прогноз погоды на конец марта место рыбалки штат мизури озеро озарк весной при подъеме уровня воды в реке рыба совершает миграцию из реки в озеро по направлению дамбы остановка на ночлег в отеле lakes in поехали посмотреть на дамбу дамба на озере озарк в конце марта температура неустойчивая дожди температура от 4 до 12 градусов тепла в этот день выдалась хорошая температура плюс 20 для легальной рыбалки на веслоноса нужен лайсенс лицензию на отлов рыбы лимит 2 рыбы в день на человека снасти состоят из двух тройников и груза при троллинге цепляем рыбу другими способами ловить невозможно рыба питается только фитопланктоном и детритом и находится все время с открытым ртом веслонос это рыба отряда осетровообразных черной икрой продолжительность жизни 55 лет бы пресноводная обитает в миссисипи также в штатах агайо миссури и линойс мексиканский залив максимальная длина тела до двести двадцать один сантиметр а масса достигает до 90 килограмм средний размер рыбы сто тридцать сантиметров при возрасте рыбы в 12-14 лет это место называется дрейк харбор спуск на воду лодки с мотором на этом месте сбор завтра в 6.30 утра вид на перс юному рыболову сегодня повезло словить двух самов вечерние солнечные лучи пробиваются сквозь облака направляемся обратно в гостиницу сегодня у нас мероприятие день рождения у рыбака гены день рождения только раз в году приготовление к праздничному столу с днем рождения гена тебя и удачи в рыбалке мы получили сообщение от нашего капитана что изменилось место рыбалки подъем в четыре утра на следующее утро мы добирались один час до нового места всю дорогу лил интенсивной дождь и было темно мы уже прибыли самому рассвету новое место называется булран блав камп граун подъезд к этому месту с серпантинами добрались до офиса вовремя в 6.30 капитан нас не встречает возникла у нас проблема с машиной спустила колесо звоним нашему капитану и поднимаем его из постели теплой доки место для стоянки лодок с опозданием идем на посадку лодка вышла из дока и направляется место рыбалки скалистые берега дождь лил на протяжении всей рыбалки очень много таких особняков стоят на берегу реки молодым у нас дорога другого показывает свое мастерство дождь не на шутку зарядил через час рыбалки мы уже все промокли вода оказалась даже в сапогах рыбаки получают удовольствие от рыбалки и от погоды одновременно вода весь коллектив смотрит на тебя вова 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 саданула вова вот она вот она уже видна вот она вот она уже видна вторая попытка туман над озером дождь продолжается работа на всех хватает и виноват именинник Гена не подведи Гена словил голубого сома к сожалению голубого сома надо будет выпустить потому что он в запрете дождь продолжает лить рыбаки не сдаются ребята помашите рукой Гена в работе шквальный ветер прямо в лицо шквальный ветер шквальный ветер шквальный ветер Еще один трофей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 это мерить не надо вы просто нас тоже 5 взяли да мы взяли там нас было 5 почему ты не просил себя позировал давай я сейчас начали а ну-ка сделаем ну подымай ну чё ты стоишь тяжелая ты что улыбочку улыбочку сюда вот так да да стоишь там я даряй только возьми ее красиво и его не затанешь за что фотосессия вова с рыбой владимир с инструментом гена с голубым трофеем blue catfish а он наставит там этих самых рэп туда пацаны говоришь им что ж ты молчишь-то я тебя на видео снимаю сейчас будет такая вот видишь матом заговорил значит есть вова штаны снимать ну твои то есть я смотрю там коричневого под ногами очень много а а а Промокшие, возвращаемся к причалу. Давайте сделаем с него. Рыбу сейчас свалим. Капитану за удовольствие 800 баксов. Выгрузка свежей рыбы. Все, оттяжься, оттяжься. Она еще живая. Каждый бонос весом в 20 кг. Он не помогает. Оттягиваем рыбу в одно место. Для фотосессии. 100% satisfaction. Володя с трофеем. Загрузка веслоносцев на тележку. Капитану за удовольствием. Капитану за удовольствием. Капитану за удовольствием. Капитану за удовольствием. Уже темень. Подъезжаем к дому. Время 10.30. Сбрасываем рыбу в одно место. А на утро будет дележка. Девять часов утра следующего дня. Все в сборе. Начинаем делить рыбу. Пошел небольшой снег. Весло рыбы подвесили на безмен для взвешивания. Вова немножечко придерживает хвост, потому что она очень длинная. Вес 17 кг. Владимир позируется свислоносом. Процесс разделки рыбы. «Откакай». 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 Это вот этот хрящ, который достается Помнишь, что ты показываешь? Если там и краю Ребята, из нас четвертый, я делаю тоже на первый раз Не делайте ему нервы Смотри, чтоб я тебя не порезал Ручки А нутру я возьму Мальчик Ты там видишь мальчик Вот ты понимаешь, в том же дело Заберешь рыбу, а там мальчик Переворачивай А это черная икра в верстыках Замер рыбы от хвоста до глаз 44 инча или 110 сантиметров Загружаем икру в ведро Взвешиваем необработанную икру с ястыками Вес ведра 0,8 килограмма Вес 4 килограмма 395 грамм Минус 0,8 килограмма ведро Получается 3,5 килограмма Ускоренная разделка рыбы Внутренности, голову, хвосты, все в отходы Рыба без костей, состоит из хрящей Легко разделывается ножом Мясо рыбы жирное И хорошо использовать при приготовлении шашлыков Или обжарить на сковородке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От рыбы осталось одно филе. Приготовление икры. Используя душлаг, мы отделяем икру от ястыков. Икра оказалась недозрелой и эффективность в душлаге отпадает. Будем использовать грохотку, сетку с малыми ячейками. В данном случае использование грохотки будет эффективно для отделения ястыков. В этом процессе используется холодный душ. Плавно и не сильно надавливая на икру вращательными движениями очищаем икру от ястыков. После того, как черная икра упала вниз в кастрюлю с холодной водой, на сетке остались отходы от ястыков. Вес ястыков отходов составит три четвертые от всего объема икры. в итоге получится чуть больше одного килограмма икры. После того как мы разделили икру от ястыков, начинаем промывку икры. Загружаем черную икру в большое ведро и размешиваем водой. Аккуратно сливаем воду с мелким мусором. Повторяем эту процедуру несколько раз до тех пор, пока вода не будет чистая. Аккуратно сливаем. Время готовится. Время готовится. Время готовится. Время готовится. После хорошо промытой икры сцеживаем через дуршлаг и взвешиваем чистый продукт приготовление тузлука соленого раствора наливаем 1 литр кипятка в кастрюле засыпаем крупной солью 3 столовые ложки тщательно перемешиваем до полного растворения для точности пропорции взвешиваем 500 грамм черной икры измеряем начальную температуру 85 градусов по цельсию забрасываем 500 грамм черной икры в соленый раствор и выдерживаем 3 минуты при этом непрерывно помешивая ложкой в процессе засолки икры температура падает до 65-70 градусов по цельсию время в тузлуке 3 минуты сливаем соленый раствор остальное сбрасываем в душлаг сливаем Икру ставим на просушку на бумажное полотенце в течение примерно 15 минут. Готовую черную икру расфасовываем по стеклянной стекле. Готовую черную икру в баночке составляет около 20 минут. Стоимость черной икры низкого качества 150 грамм в 100 долларов. Контейнеры с черной икрой помещают в морозильную камеру на длительное хранение. Дегустация продукта. Вкус обалденный и специфический. Из мяса веслоноса хорошо получаются шашлыки. Дprenen. Контейнеры. Контейна. Икру. Продолжение следует... Также можно поджарить... Хорошая уха выходит из заливной... Если понравилась рыбалка, сбор в следующем году... Дождь или снег в любое время года... Надо благодарно принимать... От звуки душевной непогоды... В сердце одиночество печать... И бессоннец корестные всходы... Надо благодарно принимать... Надо благодарно принимать... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова